Великого Римского Корсакова Отец часто, когда бывал дома, любил петь церковные песни. Дьячин, как выражалась мама. По субботам все ночные, по воскресеньям, ранние обедни были обязательны не только для них, но и для нас, детей, когда мы стали подрастать. Я пел в гимназическом церковном хоре и даже был солистом. Потом я стал петь в церкви на клиросе. И, конечно, не случайно то, что первым произведением Гречанинова явилась Сектинья. О миру он известен прежде всего как автор вокальных и духовных сочинений. Его духовные концерты сегодня прочно вошли в церковный обиход, наполняя наши российские храмы прониктовенными и волнующими мотивами. Известный музыкальный критик Сабанеев так писал о Гречанинове. Спокойный, тихий, любящий природу и детей, мирно-религиозный, без исканий ни в религии, ни в музыке, он воплощал собой другой лик России, неизломанный и метущийся лик Достоевского, Белого, Скрябина, а благостный, просветленный и смиренный. Субтитры создавал DimaTorzok